Место, где мы проведем сегодняшний выпуск, называется Poseidon Energy. У этого завода, как и у многих других заводов в четверке, интересная история, связанная с лором, но об этом мы поговорим в другой раз отдельно. Сегодня нас интересует его наполнение, внутренности Poseidon Energy. Внутри завода мы обнаруживаем, что его оккупировали рейдеры. Во голове этих ребят стоит рейдер в силовой броне по имени Катти. На маленьких уровнях эта схватка может закончиться летально для вас, поэтому крайне советую закинуть им в комнату что-нибудь взрывающееся. В моем случае, эта схватка принесла мне массу удовольствия. Плюс ко всему, в награду за устроенный дестрой вы получите пупса и журнал для буста критического урона. Как бы то ни было тяжело или сложно для вас, материал сегодняшнего ролика заключается не в истории рейдеров этого завода. Хотя... Мое внимание привлекло вот это кресло. Наверное, было бы глупо уделять внимание мебели в играх, но я вас уверяю, это особенное кресло. Ладно, кресло на самом деле меня не интересует, я шучу, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды, да? Да, именно поэтому вам стоит обратить внимание не на саму мебель, а на то, что находится позади нее. Да, я говорю про надписи на стене. И вот сейчас слушайте и следите за моей мыслью внимательнее, потому что дальше будет очень много спекуляций, и нам с вами придется подводить итоги этой истории в комментарии под видео. Не люблю так делать, но эта история по-другому не может. На стене мы видим три вопросительных знака и одно слово «Глори». И все это написано мелком. Справа от кресла есть доска, где точно таким же мелом мы видим знаки «Х» и слово «ОК» во множественном количестве. Итак, три строчки с тремя «Х»ами. Первая зачеркнута, вторая замулевана, третья не тронута. И шесть «ОК» вокруг этого всего. Если вы смотрите меня не в первый раз, то знаете, что подобные детали меня всегда привлекали, и я пытаюсь уделить им внимание. Порой из таких вот странных, казалось бы, ненужных вещей складываются умопомрачительные особенности лора. Так или иначе, на тему трех «Х» мы с вами будем беседовать сегодня уже не в первый раз. Так что же это все значит? Глори, иксы, надписи «ОК». Итак, давайте по порядку. Глори. Сразу веет подземкой, но что она здесь делала бы? Затронув коротко ее историю, можно сказать, что Глори – это синт, которого спасла подземка. Ее не обнуляли, если так можно выразиться, и она, в свою очередь, стала помогать подземке после случившегося. Но опять же, что она делает здесь? Она все время уделяла подземке, и о Кате, и ее банде даже понятия не имела. Зачем упоминать о ней здесь? Но даже если это и она, то к чему вот эти шесть «ОК»? Знаки вопросов и перечеркнутые, и не перечеркнутые иксы. Здесь же, на этом же заводе, немного ниже, есть еще одна доска, где просто подчеркана мелом. Без каких-либо знаков, без каких-либо надписей, просто подчеркана мелом. Связано ли это с той картиной, что мы видели выше? Оксхорн, автор оригинального видео, частичный перевод которого вы сейчас смотрите, не может дать ответ на этот вопрос. Но зато на ютубе есть другой автор, который также ковыряет все эти лорные закоулки Фоллаута, и пытается найти связь в этом всем. Рекламировать никого не придется, так как зритель именно сейчас его и смотрит. И теперь, когда ребусы про ЧСВ закончились, я готов представить вам две теории произошедшего. Я предупреждал, что будет много спекуляций. Теория первая. Знакомы ли вам знаки Икс? Если да, то вы, наверное, смотрели мой ролик про серийных убийц серии Фоллаут, но если вдруг нет, то вы молодец. Итак, знаки Икс это фирменный почерк фантома болот. Он обитал под Даймонд-Сити в канализации, воровал детей и женщин прямо с бостонских улиц и жестоко убивал их в своих угодьях чуть-чуть ниже города. Рядом с каждой жертвой он оставлял фирменный знак Икс, написанный мелком. Это был его автограф, почерк. И в этом же месте, в своем же обиталище, он также оставлял три знака Икс, которые точно так же, таким же образом давным-давно вызвали у нас уйму вопросов в стиле «А почему Трита?». Он ждал в гости шерифа, и все эти тела, хаотично разбросанные по каналу, были неким эпатажем. Как вы, возможно, поняли, шерифом была женщина, и весь местный сюр крутился на их встрече лицом к лицу. Встреча болотного фантома и шерифа. Я уже делал самостоятельный ролик на эту тему, так что обязательно зацените его после просмотра этого видео. Подкрепите свои познания в лоре игры на эту романтическую тему. Подсказка справа наверху и ссылка в описании будут вас ждать. Что самое интересное, финал у истории Фантома Болот открыт, но некоторые считают, что он получил ранение от шерифа и умер рядом с тем, кого так долго ждал. Я, признаться, тоже придерживался этой теории. Правда, до того момента, пока не увидел это место. Но это же явно, если не он, то косплей на него. Это, скорее всего, не могут быть довоенные знаки, оставленные мевом. Нет, определенно нет. Следовательно, Фантом Болот выжил после инцидента шерифом и перебрался в Посидон Энерджи. Но есть и перечеркнутые иксы, и замулеванные, и еще этот странный окей шесть раз. И что же это все может значить в итоге? Тодд Говард где-то год назад говорил, что удивлен тому, как комьюнити до сих пор не нашла некоторые секреты из игры. Он также упомянул, что секрет этот или наводка на него должна быть в терминале. Но вот местные терминалы, к сожалению, ничего из себя не представляют. В них Катя говорит о том, что нужно пользоваться входом на крыше, ибо внизу проснется нечто. И казалось бы, вот она мистика, вот он нужный нам секрет. Но внизу нет ничего кроме роботов, которых невозможно отключить через терминалы. Они к ним просто-напросто не подключены. Так что это вот нечто, не что иное, как патруль протектронов, который стригерен болотниками в местном подвале. Так что тот явно не имел в виду это место. Однако, знаки Икс остаются под вопросом, и в его интервью, между прочим, том же, он заявил, что есть и другие секреты, которые не были открыты, и которые никак не упомянуты в терминалах. Быть может, это один из них? Давайте посмотрим на теорию 2. Может быть, она будет звучать куда разумнее и проще для кого-то. Согласно ей, в определенный момент игры мы должны получить квест от Престона Гарви по защите всеми любимых поселенцев. Далее нас отправляют на завод Посейдон Энерджи, чтобы зачистить его от рейдеров и институтского охотника, который, кстати, к ним примкнул. Вот уж да, это уже второй раз на моей памяти, когда синты тусуются с рейдерами. Но подтвердить актуальность этой теории я не могу, ибо не прохожу квесты Минитменов по всем известной причине. Судя по всему, придется откатить сейф назад и оставить второе пришествие в Посейдон Энерджи на стримы. Что скажете? Ох, предвкушаю эти полные геймплейного разнообразия стримы, где мы будем спасать поселенцев, чтобы наконец-таки прийти в Посейдон Энерджи во второй раз и увидеть что-то новое. Нормальная идея? Так или иначе, если эта инфа веет правдой, то в голове начинает рисоваться определенная картинка произошедшего. Если охотник действительно тусовался с рейдерами, параллельно преследуя свои интересы, появление имени Глори над креслом становится понятным. Охотники ищут беглых синтов. Глори как раз одна из таких. А как же те самые знаки? Ну, если мы берем вторую теорию за актуальную, то готов предположить, что подчеркнутые иксы это места, где уже побывал охотник. Например, Fairline Hills тот же самый, или Политехнический институт, правда там и несинтов искали, да и охотников вовсе не было, но мою мысль вы поняли. Интересная история сложилась, однако. А что вы думаете на этот счет? Мне будет безумно интересно узнать вашу точку зрения по этому поводу. Но я вас сразу предупреждаю, это будет сделать крайне нелегко, ибо то, что я скажу дальше, может поломать все теории к чертям. Все дело в том, что Глори это и несинт вовсе. Из DLC Far Harbor мы узнаем, что у некоторых людей уже была паранойя по поводу причастности к синтам, но по факту это было совсем не так. И что самое интересное, единственный способ проверить это, это убить. Что я собственно и сделал. И вы не поверите, она не синт. Вот такие вот дела. Я смотрю, вопросов еще больше стало, да? Ну, я думаю вопросов только прибавится, когда я скажу вам, что точно такие же надписи есть в клетках под лечебницей Парсенс. Ох, ну привет фантом болот. Думаю, нам еще есть что обсудить, да? Большое спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Это крайне важно, потому что только так распространяется мой контент. Только так больше людей придет и посмотрят другие ролики и этот в том числе. Так или иначе, подписывайтесь на все ресурсы, приведенные в описании к этому ролику. У микрофона был ЧСВ-ютубер и стример Овер9К5000. Спасибо еще раз за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok